В Кировском районе Самары, во дворе нескольких домов по улице Старозагоры, выполняют благоустройство территории. Жители дома номер 195 обратились к главе Самары с просьбой посодействовать в расширении проекта. Для этого необходимо убрать оставшиеся гаражи с целью дальнейшего преображения участка. Строение еще и находится на земле, которая относится к дому. Елена Лапушкина поручила выяснить законность установленных построек и убрать их, если они самовольные. А двор доблагоустроят уже в следующем году. По суду двигаемся, чтобы были все основания на снос. И в следующем году тогда планируем... Мы договорились вот с Сергеем, у нас вот этот кусок остается сложный. Надо строить подпорную стенку и в принципе можно вынести здесь стоянку. Еще одно обращение поступило от жителей Самарского района. Они владельцы жилья в доме номер 61, дробь 63 по улице Куйбышева. Одна половина дома каменная, а второй этаж другой, деревянный. В 2022 году весь дом признали аварийным, но через суд жильцы каменной части это решение отменили. Но деревянная половина, как отмечают жильцы, для жилья непригодна. Как решить эту ситуацию обсуждали на приеме у главы города. Елена Лапушкина поручила изучить процедуру юридического разделения дома на два адреса, как и было ранее, что упростит процедуру признания дома аварийным, не затрагивая интересов жителей другой половины. Мы с первым этажом поговорим, и от этого будет зависеть дальнейшее. Либо мы делимся, понимая, что кирпичный дом точно не будет признаваться аварийным, их все устраивает. Либо признавать уже целый дом аварийным, подлежащим реконструкции Светлуха. Также были вопросы, касающиеся взаимодействия с различными земельными участками в городской черте. Все материалы и сопутствующие поручения переданы профильным департаментом. Глава города будет контролировать исполнение поставленных задач. Андрей Горгуленко, Константин Головин. События.